Во многих регионах уже подошло время уборки лука. Сигналом моего готовности служит то, что перо начинает желтеть и пригибается к земле. Шейка засыхает, а кожура, торчащая из почвы, начинает шелушиться. Вот только, к сожалению, не всегда удается сохранить лук максимально долго. И это связано не только с нарушением правил хранения, но и с неправильной уборкой. Поэтому очень важно выбрать сроки уборки. От них зависит величина головок лука, их качество и лёжкость. Если вырыть его рано, то в головки не успеют попасть все питательные вещества из перьев. На луковицах не успеет сформироваться кожица. Они будут слишком сочными и могут быстро загнить. При запоздавой же уборке луковица может заново прорасти или начать гнить. Как я уже сказала, на готовность к уборке указывает массовое полегание перьев. Вскоре после этого они подсохнут, вот тогда и надо приступать к уборке лука с грядок. Но ждать, когда засохнут абсолютно все перья, тоже не нужно. Итак, как же правильно убирать лук? Дней за 10-15 до уборки нужно полностью прекратить полив. Для уборки нужно выбирать сухой и желательно солнечный день. Ни в коем случае нельзя тянуть лук за перья, особенно на тяжелой почве, так как так увеличивается риск повреждения луковиц. Аккуратно нужно подкопать их вилами или лопатой на некотором расстоянии. И уже потом вынуть их из земли и разложить их на солнце, чтобы они просохли. Солнце не только просушит лук, но и обеззаразит его. Главное, не забывать его периодически переворачивать. Так его нужно ежедневно выносить на солнце в течение 2-3 недель. А на ночь лук необходимо вносить в теплое сухое помещение, чтобы выпадающая поутру на улице роса не навредила луковицам. Перед закладкой лука на хранение перья срезаем на расстоянии 3-4 см от луковицы и отсортировываем все подгнившие и вызывающие подозрения луковицы. Как же хранить луга зимой? Чаще всего его хранят в ящиках, обязательно с боковыми отверстиями для вентиляции. Кто-то использует полотняные мешочки, сетки или просто связывают луковички в небольшие пучки и подвешивают под потолком. Насчет оптимальной температуры хранения лука существует множество мнений. Многие огородники считают, что лучше всего хранить лук, поддерживая в подвале или погребе температуру от 0 до плюс 5 градусов. Если же вы решили хранить лук дома, то можно поддерживать температуру воздуха около 20 градусов Цельсия. При этом важно не допускать колебаний влажности. А вот один из народных методов по сохранности лука советуют положить в коробку с луком ветку папоротника, чтобы продлить его срок хранения. А как вы храните лук? Делитесь своими методами в комментариях.